Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский и мы начинаем новую программу «Рогов по главным» с политологом, руководителем проекта Рераша Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день! Добрый день! Как всегда, вначале напоминаю подписываться на наш YouTube-канал «Канал о стране и мире», на телеграм-каналы «О стране и мире» и «Рераша» и то, что нашу программу можно слушать в виде подкаста на Радио Сахаров, скачав приложение в Apple Store и Google Play. Как обычно, начинаем разговор наш с военных новостей и какое-то такое символическое совпадение видится в том, что, с одной стороны, украинские войска прорвали российскую оборону, оборонительная линия, такое носит неформальное название линии Суровикина. Опять в прессе среди экспертов стали говорить, что у украинской армии есть шанс все-таки это наступление развить и превратить его во что-то существенное, нанести довольно существенный урон российским войскам, освободить захваченные территории. С другой стороны, в этот же момент, собственно, мы узнали о том, что Суровикина изгнали из российской армии. Вот в этом возможности совершенно случайном совпадении нет ли все-таки признака какой-то усталости системы от войны, какого-то продолжения еще одного символа неких возникающих кризисных явлений. Ну, действительно, такое какое-то совпадение, оно гуляет. Это по экспертному и какому-то журналистскому сообществу по прессе, вот Суровикин, вот линия Суровикина. Я не знаю просто, насколько эта линия, она может быть связана с именем Суровикина, а с другой стороны, как такое довольно, в общем, анекдотическая судьба Суровикина, она определилась уже некоторое время назад, и это не новая новость, да, Суровикин умудрился поучаствовать в двух путчах, не участвуя в них, но единственный, кто как бы огреб за оба какое-то официальное наказание. Мне кажется, если анализировать ситуацию на войне, мне анализировать сложно, у нас мало информация, я не военный эксперт, и мы всегда анализируем не собственную военную ситуацию, а то, как она видна в информационном пространстве, а то, как она выглядит в информационном пространстве, то, что тот некий такой совокупный результат, который мы слышим. И я бы сказал, что для меня вот в последние недели наиболее таким интересным и характерным является то, что мы, как бы, мало знаем про напряжение войны, вот есть разные слухи, есть разные, вот как бы несколько дней назад сказали, что прорвали линию Суровикина. Я не уверен в том, что это можно назвать прорывом, как бы под прорывом мы понимаем момент, когда вот есть линия обороны, вот она прорвана, и это начинает быстро на какой-то период времени менять тактическую ситуацию. Да, войска передвигаются, войска оборонявшиеся занимают новые позиции, отходят на новые позиции, здесь развивается наступление, это вот то, что называется прорыв, он ведет к серьезному изменению ситуации. Здесь мы слышим, что войска прорвали эту линию, но последствия этого мы не понимаем, да, мы не слышим сообщений с той и другой стороны о передвижении войск. Обычно, когда это происходит, то начинается сообщение, с другой стороны говорят, что вот мы заняли то, заняли сё, а с другой стороны говорят, мы производим там передислокацию, ну, что-то такое. это, в общем, другого рода явление. Здесь вроде как прорвали, вроде как всё осталось на том же месте, но интересно, что вообще вот сведения о том, что там наши войска наступают, наши войска вот здесь отбороняются, и как бы мне кажется, что этих сведений как мало, этого мало в информационном пространстве. Есть некоторая такая глухота вокруг фронта, прорываются какие-то сообщения, но они не создают картину, и это такой признак тупика в боевых действиях, когда ничего серьёзно не меняется, хотя вот там два с половиной месяца вроде как идёт наступление, и это признак, наверное, неуверенности обеих сторон в своих возможностях, и в том, что ситуация не переменится в скором времени, и поэтому о ней лучше не сообщать сейчас, на данный момент. Вот это такое ощущение. На этом фоне мы видим ещё один важный такой поворот в военном информационном пространстве. Мы ещё в начале этой недели выпустили на Рераша такой обзор, где мы обсуждаем доклад, вышедший под эгидой Разумков центра, центра Разумкова, и этот доклад о том, может ли Украина вести войну на истощение. Дело в том, что общая такая концепция господствовавши в информационном пространстве сводилась к тому, что Украина не может вести войну на истощение, потому что в России больше ресурсов, и Украина в долгосрочной перспективе в такой войне проигрывает, и поэтому ей нужно добиться решительного перелома, чтобы с этих позиций выйти на какие-то переговоры, на что-то, и, по крайней мере, продемонстрировать способность менять ситуацию достаточно радикальным образом, достаточно серьезным образом. Но вот этот доклад это попытка сместить эту парадигму, что Украина не может вести войну на истощение, и что главной надеждой является ее прорыв в летнем контрнаступлении, сместить ее парадигму, и там такая мысль этого материала, этого обзора, он пытается тщательно каталогизировать, как бы установить, какими ресурсами обладают обе стороны, и сколько они понесли потерь, и идея такая, что хотя ресурсов в России больше, но украинская армия умеет так воевать, что Россия в общий тренд такой за полтора года войны, что в России несет большие потери и в технике, и в людях, и это является ресурсом Украины для ее возможностью вести войну на истощение, да, то есть это война, в которой одного противника ресурсов заведомо больше, в начальной точке, но он больше их теряет, у другого ресурсов меньше, но он меньше их теряет, и значит они ведут такую войну, в которой исход не обязательно в пользу того, у кого больше ресурсов. Это вот мы это обозрили в начале недели, а если мы посмотрим на таких главных газет, которые формируют мировую повестку, мировое общественное мнение в отношении войны Украины, то они пестрят в конце недели такими заголовками, ну вот там это по-моему Вашингтон-Пост был характерный заголовок, что Украина не сможет победить в 2023 году, или 2024 году, но с гораздо более вероятным может победить в 2025. И это как раз и есть вот эта перестройка мышления, перестройка подходов и новая доктрина, которая говорит, что в затяжной войне у Украины есть шансы и не стоит ждать сейчас какого-то перелома и победы, а стоит готовиться к этой новой войне, но ее тактика будет иной, этим летом Россия получала преимущество за счет того, что она оборонялась, а Украина должна была атаковать, причем показать в контрнаступлении серьезный результат, это очень истощало ее ресурсы, и она стала тратить, у нее ее потери стали больше, и это не то, что нужно для вот этой стратегии войны на истощение при меньших ресурсах в начальной точке, то есть, что Украина должна перейти к новой тактике, в которой она будет как бы вести какие-то отдельные операции, но в то же время это должна быть война экономии, обе стороны будут экономить ресурсы, потому что понимают, что их истощение это та точка, где ты можешь проиграть все. Вот, это новая логика и новый подход к войне, это его, как бы мы видим, что это попытка привить эту идею американскому общественному мнению, которая становится очень большим фактором в новом сезоне, вот, и доказать, что как бы на наступление не сошелся след клином и доктрина, которая лежала в основе ожиданий от наступления, ее надо списать, надо переходить к следующей доктрине. Ну, вот, это вот примерно так, как, мне кажется, можно суммировать то, что мировые СМИ, то, что в информационном пространстве происходит вокруг войны. Вот, возобновление российских ударов по гражданской инфраструктуре, да, буквально этой ночью был обстрелан Кривой Рог, десятки раненых, убитые, и видно, что, совершенно с очевидностью, что эти обстрелы имеют целью именно атаку на гражданские объекты, ну, в некотором роде полицейские, да, милицейские отделения являются, в общем, частью городской системы, а не частью системы обороны. Это вот российская попытка давить на украинское общество и истощить его, а не только ресурсы, чисто военные. Да, совершенно верно, это часть войны на истощение, потому что одно дело, во-первых, война на истощение, это война на истощение военных ресурсов, человеческих, и в амуниции, и в вооружениях, а с другой стороны, это, конечно, на истощение, психологическое истощение, и опять-таки, значит, на Ри-Раша выпустили обзор об украинском общественном мнении по летним опросам, их не так много, но они дают какую-то картину, мы вообще попытались как бы вот на этой неделе дать такие материалы, которые как бы обсуждают те факторы и те вещи, те факторы, которые будут играть принципиальную роль для развития сюжетов вокруг войны в этом сезоне, вот, американские выборы, украинское общественное мнение, возможности вести войну на истощение сторон, ну, там, российскую экономику, хотя это менее непосредственно относится к делу, в общем, такие вот прочертить линии, и в целом, если говорить об украинском общественном мнении, то здесь правда надо сказать, что как бы пользуясь опросами военного времени, нужно не забывать, что ты пользуешься опросами военного времени, и что с обеих сторон есть эффект консолидации позиции в СМИ, у нас трудно представить себе СМИ, которая будет там выступать в Украине с таких очень пророссийских позиций, это консолидация СМИ, в России это еще репрессии, и это такая мобилизация общественного мнения, которая заставляет не совсем с ним согласных думать, говорить ли то, что они думают, или думать, но не говорить. Так вот, поэтому опросы общественного мнения показывают нам более монотонную картину, чем скорее всего есть в действительности, за счет вот этого байса, нежелания людей говорить социально неодобряемые вещи, их стремление промолчать, ускользнуть, не участвовать, в этом смысле к вопросам надо быть осторожными, но в то же время тренды мы в вопросах видим, мы видим, что во многих опросах меняются соотношения, хотя они могут быть завышенные, но там есть изменения, это не нарисованная картинка, так вот, мы видим, что в украинском общественном мнении сохраняется высокая мобилизованность, там только 5% отвечают, что ради прекращения войны стоит пойти на территориальные уступки и примерно 20% говорят, что можно пойти на такие уступки, как предание русскому языку государственного или на отказ от вступления в НАТО. Весь мобилизация сохраняется, она может быть реальная мобилизация, не такая высокая в этом вопросе, но мы видим, что она высокая и она сохраняется. и мы сейчас увидим последующим опросам, о которых я скажу, что это не пустой звук. При этом мы видим, что в принципе в ключевом этом вопросе о территориальных уступках украинское общественное мнение твердо, остается твердым, но есть такие нюансы, есть вещи, которые его ослабляют. В частности, вопрос о том, стоит ли идти на переговоры, если продолжатся и усилятся российские обстрелы, ведущие к большему, гибели большего количества людей среди мирного населения, в ответах на этот вопрос 42% говорят, что продолжат воевать, несмотря на обстрелы и жертвы, 20% говорят, что надо стремиться заморозить в таком случае конфликт, но не идти на уступки, и еще 23% говорят, что надо думать о том, чтобы заканчивать войну и идти на переговоры. 23% вот так отвечают по всей Украине, но если мы посмотрим на региональный разрез этого вопроса, то мы видим, что на юге так отвечают 39%, а на востоке 32%, это более близкие к зоне боевых действий территории, ну и традиционно более русифицированные, и в принципе это высокий процент этих, он демонстрирует такую высокую усталость от этого, и мы видим, что это болезненная точка, и что в нее бьют российские военные, они бьют, чтобы погибали гражданские люди, и чтобы это произвело на Украину эффект, потому что не только мы, но и они, по всей видимости, из своих источников, и по тем же вопросам, видят, что это тяжелый вопрос для украинцев, и что он может рассказать, вообще есть неопределенное такое между Западом и Юго-Востоком, как всегда, такое различие, если вот говорить дальше в целом о вопросах украинских, то действительно мы видим, что есть усталость от войны, и есть такая демобилизация, то есть вот в вопросах, где украинское общество было очень мобилизовано раньше, особенно в отношении к политическим лидерам и к властям, там такая примерно динамика, и это такой чистый ралли вокруг флага, там, например, вопрос, насколько вы считаете, что там центральные органы власти Украины справляются там своими обязанностями, так вот, что они справляются до войны, накануне войны говорили 5%, после начала войны через несколько месяцев утвердительный ответ на этот вопрос давали 54%, да, потом в декабре это было 40%, и сейчас это 20%, то есть это гораздо выше, чем перед войной, но этот мобилизационный эффект, он сжимается, и это в целом ряде вопросов, мы видим, вот как это ралли вокруг флага, как сжимается мобилизационный эффект, но он не исчез, то есть есть резистентность, да, есть эта сплоченность, но она не на тех градусах, на которых она была, скажем, год назад. Не могу сразу не спросить, да, Кирилл, отставка министра обороны Алексея Резникова, это реакция Зеленского ровно на эти настроения? Ну, я не знаю, на эти настроения, мы видим, что как бы Зеленский предпринимает шаги, которые, когда там не только, не произошла не только отставка Резникова, произошло еще одно очень важное событие, а именно Зеленский последний день августа заявил, что он готов баллотироваться вновь на президентский пост, и на самом деле это результат дискуссии, которая весь август шла в офисе президентском и в политических кругах украинских о том, стоит или не стоит проводить выборы. Дело в том, что сам Зеленский, как известно, говорил, что он не пойдет вообще на второй срок, но это было до войны, что он будет один срок президентом. Потом есть конституционный запрет в Украине, что нельзя во время военного положения проводить выборы. Но при этом есть ощущение, что вот есть это дрожание почвы, есть это чуть увядающий эффект мобилизации, эффект увядающей мобилизации, и этот тренд опасен, и если там зимой Зеленскому придется решать, придется принимать там очень серьезное решение, какие или сякие в ходе какой-то перемены или переговоров или чего-то еще, то к этому моменту его легитимность может быть достаточно низкой, за счет сжимания этого и за счет того, что формально, скажем, в 2024 году он превысит, он будет за границами своих конституционных полномочий президентских. И такая дилемма, что делать? И идея президентского офиса, она заключается в том, что на настоящий момент выбора президента будет референдум по доверию Зеленскому. И его надо проводить, чтобы таким образом взбодрить эту атмосферу ралли, чтобы как бы что-то укрепить Зеленского. И вот есть Провезникова, я не знаю, Провезникова давно шел разговор об отставке и еще там полгода назад были сообщения, что вот-вот это состоится, потом что не состоится. там могут быть многие как бы внутренние вопросы, вопросы взаимодействия не знаю, с Западом. Да, как будто в общественном пространстве такой витает такая атмосфера, что вот не сумел справиться с коррупцией. Но у меня нет четкого представления о том, является ли действительно это или это некоторый такой звук трубы, который здесь удобен и полезен. Не знаю. Но эта коллизия украинского мнения, она такая, что это было бы неверно сказать, что как бы там поддержка падает и все расползается. Нет, мы не видим этого. Это можно только придумывать, но пускай нам покажет это на цифрах. Ослабление есть, усталость есть. и удары по бомбардировке вот эти вот, которые затрагивают мирное население, они чувствительный вопрос, особенно на Юго-Востоке, где в результате не менее трети, более трети отвечающих говорят, что в случае продолжающихся бомбардировок и усиления вот как бы их и большей гибели людей стоит переходить к переговорам. А российское общественное мнение, которое вы тоже обозреваете на Рераша, по мотивам последнего вопроса Левадо-центра, оно кажется, что застряло в каком-то таком немножко анабиотическом, анабиотической поддержке власти, которое возможно продиктовано репрессиями и всем остальным, но как-то тоже находится в некотором напряженном ступоре. Да, да, и когда вы спросили только о российское общественное, не хочу сказать о российское общественное мнение мертвого, но в общем вы это тоже самое сказали. Да, мы как раз обозревали последние данные Левадо-центра по августу, значит, они опубликовали на этих днях. ну, там, что можно сказать, во-первых, нужно то же самое предисловие, что было перед украинскими опросами, о том, что мы должны быть очень осторожны в этих опросах, потому что давление среды очень большое, климат мнения очень неблагоприятный для тех, кто выступает с неправильными, с не как-то официально утвержденными мнениями, и они могут уклоняться от участия в опросах в большей степени, так что мы должны быть осторожны в интерпретации их. При этом и в российских опросах, как и в украинских, мы видим некоторые признаки того, что это не рисованная картинка, там есть движения, тренды, которые меняются, какие-то колебания значимые, и мы можем их объяснить, но при этом не можем быть уверены, что нет такой скрытой от нас части людей, которые знают, что они против, и поэтому не участвуют в опросах. Не можем быть в этом уверены. Так вот, значит, вообще леватовские опросы, они традиционно, это они методом фейс-то-фейс, то есть они на дому проходят, и традиционно они выше, чем все те, их уровень лояльности здесь выше, чем у других независимых опросных команд, которые работали в течение полутора лет войны. Возможно, это и связано с технологией фейс-то-фейс, то есть по телефону люди чувствуют себя свободнее, а здесь как бы какое-то большее давление ощущает человек, когда перед ним сидит интерьер. Может быть, а может быть и нет, это моя такая безответственная гипотеза. Но у левадовцев выше значение, у них незначительные колебания обычно в прямом этом вопросе, который очень плохо работает, потому что людей спрашивают, вы поддерживаете или не поддерживаете военную операцию, действия российских вооруженных сил в Украине. Но не поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине, это у нас на это есть статья, такой ответ, называется за дискредитацию российской армии. И все равно почти 10% отвечают, что это не поддерживают. Вообще это... У левадовцев больше 10, там, по-моему, там, у них под 17, по-моему, отвечают. Это если складывать, не поддерживаю, и скорее не поддерживаю, если складывать все... Да, 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 там надо складывать, как бы это, эти, эти ботинки, ну, да, около 17. Так вот, в результате, у левадовцев обычно поддерживаю, это такой твердый диапазон между 70-70, по-5%, вот на протяжении всех там 17 месяцев. И сейчас это 70. Это даже, как бы, чуть меньше, потому что диапазон был 71-76, по-моему, вот диапазон был, где колебалось это, или 77, но вот 70, это самое минимальное значение, которое было, но это, наверное, не стоит придавать особое значение, 70 или 71, это в таком вопросе не имеет никакого значения. Но он ближе к нижней границе, этот диапазон, и второе такое же значение, аналогичное же, мы его смотрим, это вопрос, это уже косвенный вопрос, поэтому он лучше немножко работает, немножко более адекватную картину, потому что там спрашивают, вы за продолжение военных действий или за то, чтобы приступить к мирным переговорам. Так вот, за продолжение военных действий 38%, и это тоже нижняя такая граница диапазона. Там в октябре 22-го года после объявления мобилизации было даже 36, но 38, это примерно то же самое, потому что в последнее время вот те, кто за продолжение военных действий, это там около 42% среднее, если посмотреть, этого года, а это, безусловно, такой сниженный. Вот, это такой, ну, в нем чувствуется, как и в других ответах, чувствуется такая утомленность от войны, и те, кто не поддерживает военные действия, там 50% из них говорят, что потому что много людей гибнет, почему не поддерживаете, и 30, примерно треть говорит еще, что надоела война, устали от войны, когда это все кончится, вот такие вот ответы. Это настроение, безусловно, присутствует, но оно, значит, ну, с одной стороны, оно ограничено репрессиями, а с другой стороны, оно ограничено, по крайней мере, вот в том, в той картине, в тех респондентов, которые охватывает Эльвадо-центр, это еще ограничено такой неуступчивостью, то есть по поводу уступок Украине, такая же картина, как и в Украине, там 75% считаешь неприемлемо, если такая уступка, которая будет вести к прекращению войны, как вступление Украины в НАТО, и там примерно такие же цифры, что неприемлемо передачи Украине, так называемые их ЛНР, ДНР, тоже 75% считают это неприемлемым, и даже Херсонскую и Запорожскую область считают неприемлемым отдать Украине, как условия мира, 6-8, по-моему, процентов. Вот, так что здесь все, там в этих данных, там любопытно, такой информационный, как бы захваченный левадовским опросом такие некоторые информационные эффекты, что в целом внимание к теме Украины, к новостям из Украины, оно в августе очень жалость, оно было на низких значениях, при том, что в июле оно было на довольно высоких значениях, и это было связано с Пригожевским мятежом, и с началом контрнаступления, и по всей видимости в июле была такая тревога, что теперь будет с фронтом, а к августу как бы стало ясно, что исчезновение Пригожина и Чувака Вагнер не приводит к поражению немедленному России и успеху контрнаступления, ну и люди успокоились и пошли в отпуска. Вот это такое ощущение от августа. При этом, значит, тема Пригожина, при этом мы видим, что вот там в таком вопросе спрашивают, какие наиболее запомнившиеся события, и у них всегда есть такое, что события, связанные с СВО, специальной военной операцией, и этот пункт, он когда-то был там 35-37%, то есть люди следят за, что за события вот происходят на войне, сейчас это 9%, то есть вот война как такая фактура, там, что происходит, она сжалась, но это не значит, что война сжалась вообще, потому что другие важные события, которые люди из месяца в месяц, они присутствуют в топе этих самых запомнившихся событий, событий это атаки дронов, бомбардировки, взрывы Крымского моста, то есть, ну и Пригожин, да, то есть вот война, она такой объем приобрела, если раньше война, это были какие-то события, там, СВО, где-то там проводящиеся эти операции, то теперь это события СВО, и это удары украинцев по российской территории, или там, по Крыму, и как бы вот эти вот истории с Пригожиным, все это вот как бы военная волна информационно расползлась и на такие кусты какие-то, и это... То есть, прошу прощения, то есть, вот здесь важно заметить, получается, что вот атаки украинских бесполотников, хотя они с точки зрения нанесения ущерба именно чисто военного, часто не очень успешны, тем не менее, как психологическое влияние вполне себе успех Украины. Да, да, безусловно, и это видно вот именно в этом преобразовании информационного универсума, в котором живут. Там нельзя сказать, чтобы очень высокий был там рейтинг у этих вот удар по Крымскому мосту, там у него очень высокий рейтинг, там за 30%, как запомнившиеся события, как это больше, чем взятие Бахмута, да, это прямо удар в сердце. Вот. И почти как Пригожинский мятеж. Кстати, Пригожинский мятеж, там он 32% имеет запомнившихся событий. Это когда людям говорят, какие, знаете, какие-то события этого месяца, которые вы помните. Ну, или там чешут репу, там вспоминают. А когда в том же опросе спрашивают, знаете ли вы про авиакатастрофу, вот в августе, да, там запомнившиеся события, я прохращение, Пригожинский мятеж там был в июле, в запомнившихся событиях. А гибер Пригожина в августе и там тоже, по-моему, 32% ее вспомнили в главных запомнившихся событиях. А когда людей спросили, знаете ли вы об этом, то там совершенно зашкаливающий уровень информированности. То есть вот следят за этим или что-то слышали, это 90%. Это очень высокий уровень информированности. То есть это событие, которое прямо все, гибер Пригожина все отметили. И есть такая некоторая аура мифологизированности вокруг Пригожины явно. Вот она не значит, что там все его обожают и доверяют, но это какая-то такая заноза в сознании, которая вот там торчит, и у нее много разных смыслов в представлениях россиян. Эти занозы. Но она центральная такая, такая заноза этого лета. И вот к чему я перекликнулся на Пригожину, к тому, что удары по Крымскому мосту, они были на таких же уровнях, как и мятеж, и как гибель Пригожина в запомнившихся событиях. И, ну, то есть это очень. Беспилотники, это такая фоновая вещь. Там они получают, запомнившихся событиях, удары беспилотников получают там 6-8 типа процентов, да, что запомнившихся событий не так мало, да, потому что у них там вообще люди вспоминают, вот, ну, вот, те, кого опрашивают, они вспоминают 4-5 событий, а дальше уже единицы еще что-то называют. Очень мало людей. А такие вот консолидирующие, это такое сильное сито информационное, потому что у тебя в конце месяца, что было в этом месяце, а, что там было, не знаю, на рыбалку ездили. Вот, но этот фон, он присутствует, и он такой значимый. Я имею в беспилотнике, удары беспилотников. Это одна из значимых сюжетных линий войны. В этом контексте выборы, единый день голосования, который должен состояться в России, и который российские власти проводят выборы и на оккупированных территориях, вот, в ближайшие выходные. У него вообще есть какое-то политическое значение, кроме того, что там сотрудникам администрации президента, ответственным за выборы, надо показать, что они нужны? Выборы в авторитарных режимах имеют значение, потому что эти режимы, они имеют электоральную легитимацию, или псевдо-электоральную, но формально это электоральная легитимация. Путин там сидит, потому что за него якобы проголосовало там сто кто процентов в таком-то году, сто кто в таком-то году. Но в то же время фактическое значение выборов, оно немножко меняется, и в таких режимах выборы – это демонстрация уровня контроля, который режим имеет. и вот я всегда говорю, что если вы посмотрите на какую-то таблицу, и там увидите, что одна страна авторитарная, и в ней президент, инкубент, то есть сам президент переизбирается, или его преемник, которого он назначит, переизбирается. И вот этот инкубент, он всегда, то есть человек, который уже находится в офисе, он всегда получает от 60 до 70 процентов. И мы многое можем сказать по этой одной цифре об этой стране. А рядом, значит, на следующей строчке другая авторитарная страна, какая-нибудь Туркмения, и мы видим, что там инкубент получает все время, то есть тот человек, который находится в офисе и должен победить, потому что в авторитарных странах выбор – это предсказуемая вещь, и все знают, кто победит на них, и в этом смысл этого механизма. Он получает от 80 до 90 процентов каждый раз, и это будет другой режим, другое общество. Общество будет себя чувствовать по-другому. В первом случае это означает, что есть какая-то там, есть оппозиция, есть оппозиционные СМИ, есть какие-то наблюдатели. Они все время проигрывают, и ресурсов власти больше, но они есть, и их не сажают в тюрьму, а сажают в тюрьму очень мало, и репрессии вообще очень на низком уровне. Там, где цифры будут у нас 80-90, мы усмело можем сказать, что нет никакой оппозиции, весь бизнес построен и ходят по струнке, никого не финансируют и не пытаются. Часть оппозиции выдавлена за границу, часть сидит в тюрьме, сажают довольно много, наблюдателей нет. и это вот такие институциональные основания цифр. И каждая цифра нам говорит о разном укладе авторитарном, потому что это разные способы контроля, разные способы недопущения непредсказуемости выборов и разные уровни контроля обществом. И выборы, каждые выборы в России, они тоже оцениваются всеми с точки зрения того уровня контроля, который может власть позволить себе продемонстрировать. И мы знаем по тем же президентским выборам, как это росло, как Путин получал сначала там 60 с небольшим, потом 70, потом 78, и сейчас получит 85. И этому соответствует такая кривая роста числа политзаключенных в России и уменьшение всех прочих свобод. Региональные выборы стали важны в второй половине 2010-х годов, когда их стали... Да, почему еще это важно? Когда режим в таких выборах, вот когда он там рисует себе 85-87% поддержки, он демонстрирует, что это его запас прочности, это его запас контроля, который очень большой, который никто не может оспорить. Хотя все понимают, что это ерунда, но никто не может выступить и сказать, король голый, нет таких сил, нет ни наблюдателей, которые скажут, что здесь подкинули, нет ни СМИ, которые скажут, да все это вранье, нет там людей, которые скажут, пошли себе на улицу и будем противополистовать. Вот когда я пишу себе 87%, я говорю, этого всего у меня нету, и поэтому вы там, элиты, население, вы имеете в виду, у меня такой запас прочности, что даже не думайте ни о чем там скоровном. И всякие выборы для авторитарного режима, это как бы некоторая задача по демонстрации уровня контроля. Во второй половине десятых годов у нас были постоянные проблемы с выборами региональными, которые заключались именно в том, что власти каждый раз получали какую-то неожиданность, где какой-то эвиденс, какую-то демонстрацию того, что контроль неполный. То здесь, понимаешь, единороссм проиграл, то здесь единая Россия там стала не первой, а здесь как бы вот коммунисты взяли мандатные круга больше, в два раза больше, чем в прошлый раз. А здесь Навальный призывает голосовать за всех, кроме единой России опять неразбериха. И как бы этот недостаток контроля он является вот той игрой борьбы, тем розыгрышем борьбы, за которым следит общество. Ага, у них не все благополучное, а вот это они не могут. И здесь вот, и оказывается коммунисты, и жириновцы теперь они против властей. И вот можно даже фургала избрать, а фургал вообще может послать там. Это и есть сюжет экополитической жизни. И соответственно для этих выборов, так же как и для выборов этого года, опять это было главным сюжетом, какова степень контроля. Прошлые выборы 22-го года, они были вообще мертвыми абсолютно. В этом году эксперты и специалисты по выборам в один голос и Андрей Чук, статью, которого сегодня опубликовала, вчера опубликовала Рераша с обзором выборов, сопредседателя движения «Голос» и Саша Кынев, все говорят, что это чуть живее, чем в прошлом году, появились опять вот эти вот сюжетика такого типа, как была до начала войны. Ее немного, там очень сильное давление, но она появляется. есть два сюжета региональных выборов российских вот этих вот 2010-х годов, второй половины 2010-х годов. Это такие моменты консолидации населения против властной вертикали и ее представителя и моменты консолидации региональных элит против варяга, которые ассоциируются с федеральным центром. И вот эти два сюжета, они мобилизующий характер имеют, и в некоторых местах это вспыхивает. В этом году это было в Хакасии, где, значит, был такой, там победил в Хакасии как раз на таких протестных выборах коммунист, он хорошо отстроился, это все Андрей Чуд прекрасно описывает статьи, читайте Рераша. И попытались прислать какого-то единоросса, ну так, не очень всерьез прислать, потому что, когда они всерьез берутся, то они просто снимают губернатора, ставят на его место исполняющие обязанности, который уже из офиса начинает организовывать сверстно-народное избрание. В этом, это мягкий вариант, когда они пощупали, они подбросили этого сокола Коновалову, и, ну, значит, пришлось сокола отозвать, потому что местная элита очень консолидированно выступила, началась такая движуха политическая, ну и чтобы движуха особо не разыгралась, сокола положили, назначили, сокола сделали синицы и положили в больницу. Вот, да, но есть два еще момента важных, которые описывает Андрей Чук в своей статье на Ари Раши, которую я хотел здесь сказать, что опять есть эта тенденция, которая заметна была экспертам и наблюдателям на прошлых выборах, и которую сейчас еще больше как бы они больше они рассказывают. Эта тенденция заключается в том, что каждый кандидат, который надеется на то, что реально за него кто-то проголосует, ну какой-то контингент, он должен избегать темы СВО, специальной военной операции, и избегать такого чрезмерного милитаристского патриотизма. Тоже стараться как бы хорошая электоральная стратегия это как бы вообще нету войны никакой, мы вообще это не слышим, может быть тема помощи каким-то там людям, которые там семьям погибших не знают, кому-то еще, это может быть такая, только она должна быть очень социальная, она не должна быть такая мобилизационная, потому что как только мобилизационная тема войны, она тебя, это можешь ты нарваться на резкие какие-то ответы, если ты встречаешься с избирателями, и вообще это тебя будет немножко приспускать. То есть будет приспускать. Как будто войны нет. Это любопытно. И это видно, что это социологическое явление. Об этом так много раз говорили. И мы, как говорят эксперты, что это постоянная рекомендация технологов тем, кто хочет избраться. Так что это общее место. Второе, конечно, такая вещь важная в этих выборах, которые мы на днях будем за ней наблюдать и о которой пишет Андрей Чук. Это то, что 21 миллион голосует по электронному голосованию. И понятно, что электронное голосование это полное надувательство. И контроль над ними не только у наблюдателей, но даже у избирательных комиссий. Это полностью находится под контролем спецслужб. И они могут там рисовать все, что хотят. И они, значит, как бы и это важная история этот год для них. Потому что здесь будут как бы тестироваться технологии фальсификации президентских выборов. На президентских выборах будет доступ к электронному голосованию кажется уже у 50% избирателей. И вот сейчас механизмы фальсификации, как это делать, будут отработаны. И как Станислав Андрейчук тоже пишет очень точно, есть, помимо того, что это полная лажа и надувательство, и просто спецслужбы имеют возможность рисовать все, что хотят, помимо этого есть еще один очень плохой эффект, потому что значит электронное голосование позволяет выстроить эффективную систему корпоративного принуждения. Она существовала в последние годы на всех российских выборах, когда люди должны были отчитываться, что они сходили на участок, но там они заходили в кабинку, и там их никто не видел. И как они в последний момент голосуют, никто не знает. Это создало проблему. Теперь такой проблемы нету, потому что люди неуверенные, они подозревают, что возможно деанонимизация, и это дополнительный на них фактор давления, чтобы они сами голосовали за кого надо, вот боясь там корпоративных каких-то преследований, корпоративного давления, потери работы и так далее, они, и это очень вредный механизм принуждения, так что электронное голосование играет крайне вредную роль, отвратительную, причем в двух смыслах. И это тестирование президентских выборов. Ну это вот такие самые главные вещи, остальные должны специалисты рассказывать. Но вы сейчас все время говорили о выборах в большой степени с позиции того, какими индикаторами чего они являются, их результаты, их процессы проведения, а с точки зрения гражданского участия в них и есть хоть какой-то смысл сегодня? Ну я не знаю, мне трудно ответить на этот вопрос. Видите, имеет смысл какой-то кампании по протестному голосованию. Но кампании это кампании. У них должно быть организационное ядро. Они вряд ли складываются стихийно и мне трудно ответить на этот вопрос, чтобы я посоветовал, как часто спрашивают, идти на выборы или не идти на выборы. У меня нет ответа на этот вопрос. Есть какое-то внутреннее убеждение, если хочется пойти и положить какашку начальству в карман, то надо пойти и положить начальству в карман какашку. Понимая, что начальство сделает вид, что это не какашка, а вообще, что у него другой пиджак, а это не его пиджак. Но примерно так. Без компании эффект будет все равно по-моему профессорному голосованию безорганизованной компании будет очень ограниченный. да, то есть важно понимать, что есть еще такие же единомышленники, такие же люди, как ты, которые пойдут и солидарно проголосуют, и тут уже в общем в некотором смысле не важно конкретно за что. это очень простой расчет, мы его много раз там эти калькуляции можно было делать, что ну да, что мы должны в принципе человек, которому противные кандидаты, он не идет на избирательную участие, а тут мы его уговариваем, чувак, давай вот мы все вместе пойдем, и хотя они противные, мы на лица не будем смотреть, а просто какашка в карманы наложим. И все говорят, ну черт, идея хорошая, ну Алексей Навальный бился месяцами и годами за то, чтобы приучить людей к этой мысли, к этому фану протестного голосования, и это нужны компании, потому что по бай-дефолк люди скорее выберут вот это вот, пошли они все лесом. Вот, поэтому без компании, без организованной компании вряд ли можно ожидать какого-то. Более того, Навальный прекрасно понимал, что нужна не только компания, нужны две стадии компании, нужно сначала пойти проголосовать, потом тебе все фальсифицируют, тебя обманут, тогда ты выходишь на улицу бороться за свой результат, который вот ты, за то, как ты голосовал. И вот это вот, это работает, и это именно то, что Навальный разрабатывал стратегию для сентябрьских выборов 2020 года, и как раз в процессе как бы организации этой компании был отравлен, потому что я думаю, что она имела неплохие шансы в некоторых регионах, в которых в 2020 году проходили выборы. Да, вот вы говорили, что выборы это индикатор контроля. И судя по всему, с политическим контролем может быть не все идеально, но довольно хорошо. Но реальный контроль это еще в общем способность управлять экономикой. если судить по данным Центробанка, который вы разбираете на Вираша, с контролем, ну, не в прямом смысле, таком не в советском, но по крайней мере способностью к нормальному экономическому менеджменту, у власти становится не лучше, а хуже. Ну, смотря в чем, потому что все-таки мы должны отдавать себе отчет, потому что ну, не отдавать, а как бы называть вещи своими именами, что все-таки российская экономика находится в гораздо лучшем виде, чем все ей предрекали полтора года назад, и что много в ней властям удалось купировать много проблем и много того, что, казалось, ударит по ней очень сильно и вызовет какие-то политические последствия. Это все не произошло, так что вот это просто себе надо записать первой строкой, и более того, у нас наблюдается по всей мести рост доходов населения, рост зарплат, рост ВВП и так далее. Дальше... Но и рост цен одновременно, о чем люди говорят. Да, рост цен тоже наблюдается несомненно, но как бы вот есть этот пакет позитива. Дальше начинаются интересные истории, и мы как раз с коллегами-экономистами много это обсуждали в последнее время. Явно какая-то большая проблема, возникшая этим летом, в конце этого лета, девальвация рубля. Вообще, девальвация рубля, это, она интересная и необычная тема. у нас девальвация рубля много было за последние 30 лет, и за последние 25 лет это тоже было вполне такое себе стандартное явление, и рубль девальвировался, как правило, когда ухудшается торговый баланс, когда падают цены на нефть, доходы бюджета сокращаются, доходы экономики резко сокращаются, потому что нефть и газ занимают не очень большое место, и экономика подстраивается под новые уровни, девальвации. Что интересно в этом году, что девальвация в нем абсолютно не связана с вот этим обычным фактором. То есть цены на нефть на нормальном уровне даже растут, а рубль летит вниз. И это свидетельствует о том, что российская экономика, российская санкционная экономика, ее макроэкономика изменилась. Она показывает другой паттерн, нежели она показывала на протяжении 25 лет понятный паттерн, с внешними шоками. Понятная была модель. Сейчас мы имеем дело с некоторой другой макроэкономикой и с макроэкономикой, которая вообще очень интересна и в некотором смысле это такое уникальное явление. Мы имеем дело с крупной мировой экономикой, которая с одной стороны встроена в мировой рынок, а с другой стороны отключена от, не имеет почти связей с одной частью этого рынка и что самое интересное отключена от его финансовой системы. И она находится в ситуации, когда ее очень трудно описывать в тех терминах, которых мы привыкли описывать. Потому что когда, например, нам говорит Росстат или там таможня, что Россия получила доходов от нефти на 400 миллиардов долларов, предположим, я не помню, на 200 миллиардов долларов, то мы думаем, классно, хорошо, неплохие деньги, 200 миллиардов долларов. А дальше возникает вопрос, а что значит получила и что значит долларов? Потому что это не значит, что 200 миллиардов долларов вошли в страну за нефть, которая из нее вывезена. И это совсем не так. Если там есть доллары, то они, скорее всего, не вошли в страну, а остались где-то на счетах каких-то странах. Но если они не вошли в страну, значит, из России с точки зрения экономической статистики вывезли товар, а обратно деньги не поступили за него. Или они поступили в каких-то там юанях. Или где-то там в рупии, они записаны как рупии в индийских банках. На эти рупии нужно купить еще товары импорта, ввести в страну. И получается, что вся картинка, как мы привыкли смотреть на макроэкономическую статистику, на платежный баланс, сейчас это все некоторый бумажный тигр или бумажный заяц. Он на самом деле не такой. И это только его рисованные контуры, которые мы видим. Ну и дальше возникает масса каких-то вопросов и непоняток. И эту систему еще нужно осознать и описать, как она работает, как она будет работать. Но некоторый эффект налицо. Она привела эта перестройка макроэкономическая, она привела к тому, что российская валюта обесценилась примерно на 25%. Когда она была 62 рубля накануне Нового года, рубль был слишком крепкий. Но если сравнивать с тем, какие сейчас цены на нефть, то валюта дешевле, чем она была при таких же ценах на нефть несколько лет назад, на 25-30%. И это вот некоторая цена, которую вы выплачиваете по поводу санкций. И это не последняя цена. Такие вещи будут еще проявлять себя. Такие вещи проявляют себя в очень дробном регулировании. То есть там вы не можете регулировать, задавать экономике правила общими какими-то решениями. Все делают так, все не делают так. А у вас начинается масса исключений. Этому надо сделать вид, что он здесь купил, а там не оставил. А этому надо то. И надо для каждого делать исключения. Этому можно вывести из страны 5 миллиардов долларов. А этому нельзя ни в коем случае. И этого на самом деле накапливается сейчас очень много в экономическом механизме. И последствия всего этого еще нам предстоит увидеть. И я хочу сказать, что здесь дело не в каком-то потере управляемости над экономикой. А дело в том, что есть дисбалансы в экономике, которые власти пытаются представить себе, что их нету. И что все идет нормально, как будто бы этих дисбалансов нет. И это ведет к соответствующим вещам. И последнее, пожалуй, что здесь важно, по-моему, сказать, это непосредственно коллизию с восценением рубля и поднятием ключевой ставки. Когда рубль начал обесцениваться летом, то возник там конфликт и возникло давление Кремля. Орешкин, советник президента по экономике, значит, написал колонку в ТАСС, в агентстве ТАСС, что России нужен крепкий рубль. Такой патриотический такой возраст. И за этим, на самом деле, стояла интересная коллизия, которая очень многое нам говорит о том, как могут развиваться события. Коллизия заключалась в том, что в российской экономике обнаружился перегрев. А именно спрос разогнался так, внутренний спрос, что у промышленности нет ресурсов, чтобы его удовлетворять. И, соответственно, начинают расти цены. А начинают расти цены, люди недовольны, ну, и так далее. И впереди президентская кампания. И, значит, а почему, почему разогнался спрос? И дальше возникает полемика между правительством и Центральным банком. Центральный банк говорит, ведь спрос разогнался из-за огромных вливаний бюджетных, плюс за счет разгонка кредита, но в значительной части разгонка кредита виновата тоже государство. И плюс у нас еще растут зарплаты по всей экономике, потому что государство очень много платит мобилизованным и много платит, у него большой спрос на тех, кто будет работать на оборонных предприятиях. А если есть возможность идти на оборонные предприятия и работать за все деньги, то, естественно, всюду тоже будут расти зарплаты, потому что, чтобы удержать сотрудника, чтобы он не ушел, ты должен поднимать зарплату. И, соответственно, вот эти факторы, и Центробанк говорит, в такой ситуации нужно прежде всего сократить бюджетное вливание в экономику. Центробанк, это говорит Центробанк, а правительство говорит, нифига, мы не можем сократить, нам нужно этим платить, этим платить и не платить мы не можем, здесь мы не можем не инвестировать, сечь этому самому, как бы, Чемизову не дать мы не можем, инфраструктуру дать мы не дать мы не можем, ну а танки и патроны и делайте пушки, это уж вообще, разговора нет о том, чтобы здесь сократить что-то такое. поэтому вы поднимаете ставку. Иными словами, он, как бы, правительство, разогнав вот этот перегрев в одном месте, требует его тушить в другом. И, а что значит поднять ставку? Это значит, что ты делаешь кредит, ставка поднимается до 12 запретительных практически процентов, ты поднимаешь, ты фактически перекрываешь кредит той части экономики, которая работает нормально на коммерческом кредите и на своих вот небольших оборотах, на своих естественных прибылях. И ты им перекрываешь кредит, и таким образом все, что может происходить в экономике, оно может быть связано только с этим бюджетным подсосом. А там, где его нету, там нет кредита, там нет денег. То есть, вы лечите, как бы вас нарывает левую ногу, а отрезать вам предлагают правую. И это вот то, что правительство требует от Центробанка в августе. и Центробанка на это и делает. Из этого два важных как бы вывода, на которых, наверное, можно и закончить и остановиться, потому что мы уже очень перебрали время. Во-первых, бюджетная политика правительства больше не является консервативной, каково она долгое время была и что считалось таким достоинством путинского авторитарного правления, она больше такой не является и она такой больше не будет, скорее всего, никогда. потому что вы уже разогнали свои некие слабости политические, которые вы будете тушить, их обезболивать деньгами дальше и дальше и дальше. Во-вторых, Центробанк перестал быть тем, чем он был, а именно его политический вес был очень высок, Путин надеуглина доверял, но теперь мы видим, что политические веса изменились и что Орешкин, написав колонку в ТАСС, это является для Центробанка сигналом, что он должен сделать так, как он считает делать не нужно и делает. И это такие два интересных изменения в реальном политическом раскладе, в реальном движении политики и для меня это указание на то, как, скорее всего, будет развиваться, как будет эта петля плохой экономической политики развиваться дальше. Не то, чтобы кто-то будет принимать решение, что вот все, мы подходим от консервативной политики и денежной тоже, а будут приниматься какие-то решения, которые нельзя не принять, их нельзя не отменить, они политически настолько значимы, что не может быть речи о том, чтобы кто-то против них выступил. А дальше мы будем лечить эту болезнь не в том месте, где она находится, потому что нам так выгоднее. Ну и будут соответствующие последствия. Да, и это в свою очередь естественно показывает, что в этой войне на истощение перспективы России оказываются далеко не сильно радужными. Большое спасибо, Кирилл, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал РиРаша в Телеграм, канал на стороне и мире в Телеграм и в Ютьюб и слушайте нас на радио Сахар. До свидания, до следующей встречи. Всего доброго. Всего доброго. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok